Микс Ньюз Утро на Болткоме Ну и в последней части нашей программы Утро на Болткоме поговорим о прекрасном, о легком, о легком, может быть даже и тяжелом, потому что речь пойдет и об архитектуре, и о геометрии пространства, о диалоге художников, которые выставляются в творческом пространстве, интрига арты. И сегодня у нас, во-первых, я понимаю, представитель интрига арт художественного пространства ИНИТА. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. И два художника, это архитектор и художник Александр Сахов. Доброе утро. Доброе утро. И скульптор Гочи Хускивадзе. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, я как самый младший, я думаю, более старший начнет как бы. Я думаю, что, может быть, мы сперва ИНИТА хотим сказать, человек, который предложил свое помещение, которым она работает, я думаю, сперва ИНИТА скажет. Я бы хотела немножко поправить. И это совместный проект интрига арт с Алкором. Это гифт-шоп, галерея, где происходит выставка, посвященная Баухаусу. И проект вместе с интрига арт директором Ириной Бурайченко. Я представляю Алкор. А, замечательно. Да. Наше пространство предлагает художникам Латвии разных национальностей выставлять свои работы, продавать и также познакомить публику Латвии. Нет. Бесплатно. То есть можно приходить и до, я понимаю, 15 июня еще открыта эта выставка. Выставка до 15 июня, но галерею можно посетить любой день с 10 до 10. С 10 до 10? Да. Замечательно. То есть даже после работы, знаете, вот обычно всегда мы привыкли, что культурные мероприятия музея закрываются в 5 или в 6 часов. Там женщины пожилого возраста, смотрительницы залов обычно уходят с работы. Скажите, а для наших слушателей в чем значение Баухауса для сегодняшнего дня и вообще что это значило для не только культуры, но может быть действительно для мировой цивилизации? Вот это открытие, которое оставило колоссальный вклад, внесло и след не только в искусстве, но и в нашем пространстве, в котором мы живем. Можно я скажу пару слов, почему у нас все это произошло? Потом, наверное, Александру дадим слово и потом уже мы будем отвечать на вопросы. Дело в том, что Александра мы знаем 34 года друг друга, да, и поэтому он, в общем-то, он дружил одним из моих учителей. Был другом. Да, другом. Виктора Карнауха. Виктора Карнауха, которым был когда-то моим наставником, да, очень давно. До этого, пока я в академию поступал, я к нему приходил в мастерскую и работал. И там я с Александром познакомился. Александр или Костюина, или не напрямую, но тоже с моим искусством он был связан, да. То есть иногда он видел новейства классических работ, то, что я лепил, рисовал, делал. Но он никогда не знал, что я в этой тематике работал. Он работал в этой тематике в своем направлении, в архитектурном. Я работал как скульптор, да. Но их делить нельзя, но как-то так происходит, да. То есть у меня и графические работы есть, и живописные работы по этой тематике сделаны. Но в основном их за последние 15 лет, я вот 8 или 10 лет назад была выставка, сделали, да, в старом городе. После этого я не выставлялся в Латвии. Ну, именно связано с тематикой Баухаус. И где-то полгода назад он одной из выставок видел моего носорока из подков сделанных, да. Там 9 подков, называется 9 частей. Когда он увидел, он был удивлен. Я думаю, он потом это лучше расскажет, да, чтобы не хвалить себя. И через полумесяца, он, наверное, думал, через полумесяца, да, или через месяц, или быстрее. Я уже не помню. Через несколько дней буквально. Через несколько дней. Через несколько дней. Мне просто все уже чуть перепуталось, типа. Он мне позвонил. Меня вдохновило. Да, вдохновила моя работа. Он мне позвонил и сказал... То, что надо как-то. Да, надо встретиться, поговорить. Предложение сделал, которое я не отказался. Он пришел ко мне в мастерскую, мы поговорили, у нас начался диалог. И поэтому мы и назвали диалог. И этот диалог продолжается... Сегодняшняя война, я думаю, еще будет продолжаться. И, извините, дело в том, что он сам посмотрел работу в мастерской, как и били. Что-то я еще тогда делал, закончил. И пришли кинете, договорились, сказали, когда, какое время. И сделали 25-го, открыли такую интересную вистовку. Интересная она ведь именно потому, что, как правило, ну, хорошо. Вот есть один художник, есть другой художник. Как будто бы, ну, даже если два художника в одной выставке, ну, как будто это, ну, не сообщающиеся сосуды. Здесь это просто интегрировано скульптуры и картины в одном каком-то, вот, в одной концепции. Я хотел бы сказать то, что, почему еще я на это согласился, потому что история Баухауса, кто, ну, более-менее знаком, был такой человек Вальтер Гросс, да? Вальтер Гросс, который... Архитектор, который он хотел, чтобы люди... Он со всего мира, когда начал создавать группу, со всего мира пригласил самых лучших мастеров. То есть один из тех был этот Кандинский, да, то есть он в Европе пригласил самых лучших мастеров, чтобы они именно показали художников, скульпторов, живописцев, ну, и немцев, конечно, тоже, чтобы именно показать этот уровень. Чтобы искусство еще было доступно не только элитной группе, а именно людям, народу, да? То есть они могли приобретать, они могли смотреть выставки. То есть он это более в масштабном варианте все это сделал. Можно ли сказать, что Баухаус стал той точкой, когда искусство, которое до этого принадлежало, можно сказать, элите, и, в принципе, ну, не было массовым, вот как раз делало шаг в сторону народа, и, ну, вот Баухаус в архитектуре, это же массовое жилье, которое распространилось по Евру, благодаря которому... Да, это вы совершенно правильно говорите и верно. Баухаус имеет, ну, большое значение в пространстве европейской культуры, значимое событие, и оно, вообще-то, отмечается не только в Европе, но и по всему миру. И, ну, я говорил, вот Баухаус нельзя рассматривать вот как одно такое локальное событие. Это, у каждой, как я говорил, в истории есть своя предыстория, предыстория Баухауса была группа Дестилл голландская, это отмечалось как раз в 2017 году, в столетии, да, центр событий Баухауса вот в этом году, а в следующем году будет отмечаться столетие знаменитой тоже в Хутемас. Хутемас – это высшие художественные мастерские, это такого же направления, в котором начинал преподавать Кандинский Василий, это как бы знаковая фигура русского авангарда. И вот это, я бы сказал, можно говорить о триаде, а не просто вот как я, ну, часто посматриваю и смотрю разные статьи по поводу Баухауса. Ну, например, меня очень удивила статья, ну, я бы сказал, политически ангажированная в Медрузе, если вы читали про Баухаус, да. И вот эта триада, она, вот это как бы вот единая ткань европейской, как бы культуры. И самый интересный Баухаус – это был их манифест. Ну, мало того, что Горопиус пригласил такие знаковые фигуры со всей Европы, можно сказать, европейских художников. Ну, я называл там и Пау Хлие, и Ласло Махульнать, и вот Василий Кандинский. Что делать? Ну, это можно бесконечно перечислить. А когда вас поразили вот эти, когда вас поразили Кандинский, Малевич, то есть, я понимаю, что это преиспользовалось в советское время, когда ведь это было как раз-таки, скажем, ну, не в тренде, мягко говоря. Когда я учился в Академии в Питере, да, ну, такое у меня замечательное событие в моей жизни, я говорю, я рассказывал о том, что я посетил, ну, студентам была возможность посещать эти запасники, я тогда увидел впервые, ну, воочию русский авангард. В то время весь практически русский авангард находился в запасниках, понимаете? То есть, он был недоступен широкой публике? Практически, да. Ну, там отдельные это, да. И вот, когда я это воочию увидел, ну, меня это поразило, и, ну, и как бы вот в меня вошло, и поэтому, ну, как архитектор, и я говорил, что вся архитектура геометрична, и для меня это все органично. И, конечно, когда я перешел в пространство искусства, и вот это геометрическую именно, абстрактную геометрию, если можно так сказать, ну, это мне близко и понятно. А в какой момент произошел вот именно ваш переход от архитектуры в жилописи? А это, вы знаете, я вот... И чем это было вызвано? То есть, может быть, ну, недостатком возможности реализоваться в своей постановой профессии? Нет, вы знаете, дело в том, что, ну, я вот рассказывал, вот по жизни у меня все друзья-художники, и они меня, в общем-то, нейтрализовали, хотя я там ходил и в студию Каркунова, и замечательный, и реалистический. Ну, я смотрю, как они все замечательно делают, блистательно, а чего я? Я и занимался только архитектурой практически, вот как бы так. А потом вот, вот, как бы у меня возникло такое желание, и... Но это не значит, что я там забросил архитектуру, для меня это органично, переходить с одного пространства в другое. Ну, вот, кстати, давайте, может быть, напомним нашим слушателям, что в больнице Гай Лезерс, Рижский телецентр, учебный корпус Латвийского университета. Нет, я поправлю, я только участвовал в Гай Лезерс, да, и этом, как молодой разработчик. Нет, я не автор, я автор, вот, больницы в Добылы, потом еще был детский дом Лепой, ну, такие, как бы, да, даже мы проектировали, ну, больницу ВЭФ, вот, была, но у нее не построили. И, я говорю, одна из последних моих работ, это Центр медицинных катастроф, тоже, к сожалению, не построился, и он, ну, на месте Реттему Банка, как бы, мне очень жаль. Одна из самых последних работ, реализованных, это в стопени, ну, вот, это Ресторан Баку. Ну, вот, какой-то. Ну, вот, какая разница, наверное, вот, между работой архитектора и художника, потому что, ведь, для того, чтобы, знаете, это вот как писатель и, наверное, режиссер, снимающий фильм. То есть, писателю нужна просто вот ручка и бумага для того, чтобы свои замыслы воплотить. Режиссеру нужен огромный бюджет, актеры, там, ну, то есть, вот вся эта вот машинерия, то есть, для архитектора. Я разницы никакой не вижу. Вы знаете, сразу скажу, дело в том, что вот мы художники, архитекторы, мы оперируем визуальными образом, мы создаем, у нас поэтому и выставка названа «Диалог». Диалог между замечательными образами и геометрическими инсталляциями «Готи», которые мне понравились. И вот, как бы, это и основа этой выставки по существу решила. Да, вдохновилась. Ну, да, и моими геометрическими композициями, ну, которые, естественно, они связаны с архитектурой. То есть, любую геометрическую композицию можно реализовать и архитектурно, если уж. Ну, хорошо, что есть сторона, я извиняюсь, сторона, которая нас поддержала. И нас, вот, да. Это тоже важно. Да, это очень играет большую роль, потому что сегодняшний день, время, когда люди заняты разными проблемами, находятся люди, которые говорят «давайте, ребята, сделаем». И не это, вот, я очень благодарен, что мы какие-то за 10-15 минут договорились. Да, у меня четко, ясно, и все. А каким образом вы решили связать вот этих двух художников? То есть, вот, почему вы увидели, вот, действительно, то общее, что их объединяет? Ну, Гоча, если по истории, Гоча наш большой друг. Он уже с нами с 15-го года, да, как мы открыли гифт-шоп, он был и нашим помощником, и выставлял свои работы. И он консультант, самый главный. И он познакомил меня с Александром. Вот так, ну, то есть, этот проект реализовался по-дружески, можно сказать? По-дружески, да. Абсолютно. Гоча сказал, что придет с другом, пришли, показали, поговорили. Но мы стали друзьями будем. Стали все друзьями. Да, да. Так мы сделали это правильно. Ну, я понимаю, что это выставка, возможность и также, ну, предложить свои работы, то есть, это можно, их можно будет приобрести, да, то есть, если что-то понравится. Да, выставка, продажа, да. А насколько вот то, что получается, вот разъять это вот, то, что составляет, может быть, какую-то единую концепцию пространства, насколько они связаны между собой, вот скульптуры и ваши картины, этот диалог, получается, будет разъять? Ну, они связаны через пространство геометрии, которое мы обозначили. Она все геометрична, и Гочиные скульптуры, они геометричны, если уж так, инсталляции этого. Мы вас приглашаем, что вы пришли посреди. До 15-го, до 15-го числа. Ну, это отвар от вашей студии, идти ровно там 3-4 минуты. 3 минуты, да, да, я знаю. Я хотел бы такое еще добавить. Вы не забудьте, что нельзя забивать то исторический момент, что ведь такие люди, как Кандинский, Малевич, они ведь создали в той, ну, если мы не называем это Россией, именно в России, создали очень большую группу, направление по этой системе, да. Конечно, потом разные политические вещи происходили. Многие люди, как и в Германии, за то, что была Вторая мировая война, у нас там революция всякая, ну, это история, да. Они многие уехали в заграницу, во Францию, в Америку. Поэтому вы посмотрите, какие дома. Ведь эти, сам же Кандинский же преподавал. Да. То же самое, и во Франции. То есть, ведь это же плод этих мастеров, если можно. Я их так называю, мастеров, да. Потому что, если эти люди не начинали бы, может, вот такие огромные небоскребы, и они же все сделаны в стиле Баухауса. Мы их, может, сегодня не увидели. Но у французов есть тоже хорошие... Не, ну, всю американскую культуру, именно они богатили. Да, они богатили. Они зландоролы, гроуперс. А скажите, вот почему вот возникает именно так авангард, это такие новые идеи, обязательно перед какими-то тревожными действительно событиями, потому что в Германии затем это приход власти нацистов, в России это революция, которая переворачивает опять, и даже и потом контрреволюция, когда тех, кто создавал за революцию, просто она сжирает, как своих детей. Вот почему вот всегда перед какими-то драматическими, трагическими событиями возникает вот какая-то такая яркая вспышка, меняющая мир? Ну, я бы не сказал так вот. Это как бы, если фрагментально смотреть, то да, а если вот широко, то нет. Я, конечно, сторонник эволюционного развития, а не революционного этих невероятных, ненужных войн, особенно Первой и Второй мировой войны. Но как раз именно вот парадокс, что вот в едином европейском пространстве оно же и до Первой мировой толковалось, и оно почти уже было чисто в культурном. И Вальтер Гроббельс опять к этой идее же вернулся через Баухас, через свой манифест. Он же провозгласил именно вот эту социальную направленность, если, как вы говорили, все искусство до этого было, оно же элитарное. Оно ориентирано на состоятельных, богатых людей только. Все эти знаменитые французские любые, там, в Берлине эти салоны, только так. А здесь нет, извините, доступности для всех. А вот вы сказали о том, что вы сторонник эволюционного развития и вот, ну, попротив войн, но с другой стороны нет ли в этом парадокса, потому что для, наверное, архитектора война с ее разрушениями, она все-таки дает возможность затем восстанавливая, ну, вот как, не знаю, город стерт, его можно отстроить заново уже с абсолютно другими. Я бы не хотел вдохновляться вот таким подходом, извините, разрушить до основания, а потом гораздо, ну, корректнее все вот именно вот так. А как насчет того, что нет ли конфликта, например, между, если мы строим город с историческими какими-то традициями, например, как Рига, и начинает дополняться элементами архитектуры уже современной, вот не возникает ли конфликта? Ведь очень часто говорят о том, что новое издание, вот как, ну, не знаю, Эйфелева башня вызывала просто яростное противодействие, что она разрушает облик старого Парижа. А потом органично пошла в контексте. А сегодня не могут представить без Эйфелевой башни, не могут представить Париж. Знаете, в Англии есть такая профессия, один из моих бывших, моих учеников имеет такую профессию, он в Англии работает, да, закончил архитектору. Например, архитектор-урбанист, если это расшифровать, что это значит, вот, например, ну, в старом городе, например, если разрушено, надо его восстановить, надо его восстановить в том облике, какой сам старый город, то есть в готическом стиле, как он есть. А вместо этого не воткнуть там, знаете, какой-нибудь супермаркет. Я понимаю, что супермаркет тоже нужен. Ну, да, нет, это все нужно, это все социальные вещи. Но именно вот эту красоту, именно эту историю сохранить, да, то есть, да. Очень, я очень извиняюсь, просто у нас неожиданно вот закончилось время, я предлагаю сделать следующее. Мы с вами еще обязательно встретимся, потому что я чувствую, что эти разговоры, они действительно для какой-то очень большой интересной программы. Просто, наверное, наших слушателей мы пригласим успеть вот до 15-го числа это пространство, интрига, арт, алкор, который находится вот в гифт-шопе буквально на... Бривиз 19. На Бривиз 19 напротив памятника свободы. И до 15-го числа будет возможность увидеть вот пространство геометрии двух, диалог двух художников. Художник-архитектор Александр Сахов и скульптор Гочи Хускевадзе. Скульптор и художник. Скульптор и художник. Спасибо вам огромное. И до встречи на выставке. Хотели поблагодарить вас, что вы пригласили нас всех втроем. Большое вам спасибо. Благодаря таким людям и вашей передаче. Я думаю, что мы будем востребованы. Спасибо. Да.